Здорово, Ютуб! С сегодняшнего дня я решил заняться новыми гайдиками по Legends of Runeterra для новичков. Так как сейчас много людей, которые только-только приходят в игру с релизом, в том числе на мобильных устройствах, я решил, что надо записать серию гайдов с какими-то базовыми механиками, какими-то моментами, которые у меня часто спрашивают на стримах, и чтобы постоянно не отвечать на каждый из этих вопросов на стримчиках, я решил сделать эти гайды. В сегодняшнем гайде я расскажу о том, как правильно расставлять существ в атаке, на что это влияет, в каких случаях это важно, а в каких, в принципе, это не имеет никакого значения. Первая и самая распространенная ситуация, в которую надо правильно расставить атакующие существа, это повышение уровня чемпиона. В частности, таких, которые повышаются, когда видят смерти союзников, это Люциан, Калиста и Трэш. Всех их надо выставлять в конце. Также Дариус, который даже есть в обучении, его тоже стоит ставить в конце. Первая и самая простая ситуация, которую мы с вами рассмотрим, это повышение Люциана, который повышается, когда умирают союзные существа. В данной ситуации для повышения уровня Люциана мне нужно потерять два существа. Первое существо, которое мы теряем в атаке, это протажелоранов, которому мы наносим специально единичку урона и притягиваем Зеда. А дальше надеемся на то, что наш противник поставит блокера напротив паучка. Теперь Люциан получит уровень и даже сможет убить существо противника с характеристиками 2-4, которое иначе могло бы разменяться с Люцианом. Именно получив уровень, Люциан сможет сделать первую атаку и нанести 4 урона. Также в этом видео вы сможете увидеть механику двойной атаки, которая нанесет первый удар, но не сможет нанести второй удар в Нексус, потому что у Люциана нету характеристики пробивания. Следующий чемпион, повышение которого мы рассмотрим, это повышение уровня Владимира. В данной ситуации Владимиру необходимо, чтобы два существа, в том числе, возможно и он сам, пережили урон для повышения. Этот момент очень примечателен тем, что даже несмотря на то, что у Сереброкрыла есть механика прочности, получая единичку урона от способности Владимира, он все равно дает ему повышение уровня. Противник как раз заблокировал Сереброкрыла, он выжил, и мы увидели забагованную анимацию повышения уровня Владимира. Вывод такой. Всегда ставьте таких чемпионов в конце. Следующая за повышением чемпионов самая важная ситуация в расстановке существ, это ситуация с вампирами и с изворотливыми существами. Конкретно сейчас вы можете видеть, что у Нексуса оппонента осталось очень мало здоровья. И я специально выставляю всех своих изворотливых существ первыми, а протеже лоранов, у которого есть выбор противника, притягивает вражеского вампира Кинку самым последним, чтобы он не мог восстановить здоровье Нексуса. В данной ситуации оппонент применяет все свои ионийские способности для того, чтобы повампирить и заблокировать моих иллюзивок. Помните, что вампиризм чаще всего встречается именно у Ионии. Как бы там ни было, у меня есть еще одно мгновенное заклинание, которое позволяет мне добавить 2 урона и выиграть эту игру до того, как Кинку сможет свампирить свои 2 здоровья последней атакой. Вывод такой. Всегда стараетесь ставить своих изворотливых существ в атаку первыми. И помните про вампиризм. Последняя ситуация, о которой я хочу вам рассказать, это существа поддержки. Таких существ в игре не очень много, но даже с ними есть очень интересные моменты. Казалось бы, в этой атаке я должен давать урон Элизе. Но в таком случае противник просто заблокирует Ката и Элизу, и у меня останется один паучок на столе. Однако, выставив существа в другом порядке, я могу передать урон и пробивной удар паучку. Которого оппонент будет обязан заблочить, иначе он проиграет. В этой ситуации у меня на столе останется Элиза. Наиболее часто такую механику можно встретить с комментатором боев в паучьих колодах. Когда комментатора надо ставить после Элизы, для того, чтобы он также дал паучку плюс один к атаке. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы узнали из него для себя что-то новое. Не забывайте ставить лайк под видео, а также оставляйте свои комментарии. Также, если у вас еще остались какие-то вопросы, вы можете всегда зайти на мой твич-канал во время стрима и задать их в прямом эфире. Ссылочку также оставлю в описании. Спасибо за просмотр. Пока.